Разобрать и снова собрать пистолет Макарова за 11 секунд всего лишь на оценку удовлетворительно. На отлично необходимо уложиться в 9. Кто не успел, пытаются догнать по баллам на теории. Физическая и огневая подготовка – лишь часть конкурса. Ещё оценивалось умение грамотно оказать первую медицинскую помощь и знание законов. Начальствующий состав с гордостью сообщает – с годами конкурс стал более современным. Новшеств, как таковых, не введено. Только будет единственное, что раньше, если были тесты по билетам, сейчас будет всё это дело в электронном виде. Всё компьютеризировано, то есть будут упрощённые формы, более-менее быстрее. Единственная конкурсантка, представительница слабого пола, участковый Изалия Иксанова, трудностей не боится. И стреляет наравне со всеми, и спортивные нормативы сдаёт. После окончания Шадринского пединститута девушка твёрдо решила – работа в полиции – это её. И поступила на службу в Щучанский отдел. Изалия говорит, что главное в работе – смелость и терпение, а всё остальное даётся без особого труда. В некоторой степени сложно, сложно только в тех ситуациях, когда мужчина воспринимает тебя, в первую очередь, не как сотрудника, а как девушку. То есть не реагирует на замечания, но потом уже в ходе беседы понимает, что перед ними сотрудники и уже ведут себя достойно. Участковый уполномоченный – едва ли не самый универсальный сотрудник органов внутренних дел. Специфика профессии – в умении быть тонким психологом. А главное – в любое время дня и ночи быстро ориентироваться и принимать правильные решения при происшествии на своём участке. Уполномоченные говорят, их служба настолько разнопланова, что в ней случайных людей не бывает. Просто не выдерживают. Зато кто остался, уходить не собираются. Вот и сегодня сдаваться никто не был намерен. Все настроены положительно, готовились к данному мероприятию. Думаю, что всё будет хорошо. Главное не победа, а стимул к развитию и повышению квалификации, говорят полицейские. Но в бланке результатов всё-таки ревниво поглядывали с надеждой увидеть там именно свою фамилию на самой верхней строчке. Такой чести удостоился участник из Куртамышского района Николай Кобяков. Он и стал победителем конкурса и лучшим участковым уполномоченным зауральской полиции. Кстати сказать, в третий раз подряд. Он же стал лучшим в соревнованиях по физической подготовке. Полицейскому вручили ценный подарок и денежную премию. Михаил Белокрылов, Александр Киселёв, Светлана Пестерева. Информационное агентство Курганру.